всем привет друзья сегодня у меня короткое видео это продолжение прошлых заготовок давайте посмотрим что они себя представляют приготовлением и так что мы делаем с манты ну естественно как обычно варим на пару они у меня замороженные я кладу форму от мантоварки смазывая маслом кладу нужное количество отправляя в мантоварку варила их на пару примерно 35-40 минут с момента закипания на среднем огне можно подавать с томатной подливой или сметаной как вы любите а мини-пицца у меня полностью размороженной кладу на противень и отправляя в духовку на 200 градусов примерно на 15-20 минут сыра нам захотелось чуть побольше я добавила тертые тертую моцареллу и отправила в духовку на 2 минуты чтобы получить вот такую тягучую текстуру сыра на пицце это очень аппетитно и вкусно а сосиски в тесте то я забыла в прошлый раз вытащить с морозилки многие спрашивали за них давайте приготовим сосиски полностью размороженные кладем на противень смазываем яйцом поспаем кунжутом и отправляем в духовку на 200 градусов примерно на 20 минут они хорошо прожарились тесто получилось хрустящим ароматным чтобы сыр получился тягучим к сосиске можете положить сыр моцареллу и вот что получается они были с плавленым сыром а в одной из них я положила моцареллу как же быть с голубцами все очень просто кладете в кастрюлю необходимое количество голубцов у меня замороженные на одну кастрюле я положила нарезанный картофель сверху ряд голубцов заливайте немного водой чтобы покрывал картофель воду добавляете соль перец лавровый лист закрываете крышкой варите на огне примерно 40 минут на среднем огне подаете с любой подливой теперь переходим к рулетикам немного размороженные рулетики с сыром кладу форму для запекания смазываю растительным маслом и запекаю в духовке примерно 40 минут на 190 градусов сыр конечно за это время расплавится вместо сыра лучше положите в рулетике нарезанный соломкой картофель я этого не делала так как я их замораживала с картофелем лучше сразу готовить не прибегая к заморозке несмотря на это рулетики получились сочные и вкусные всем спасибо за просмотр пишите в комментариях и поделитесь своим опытом приготовлением полуфабрикатов всем очень рада готовьте с душой всем пока